Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о случае налёте на языке при уреоплазме. Сразу говорю, что это относительно редко бывает, хотя бывает в нашей практике. Может ли быть такое, что это случайные находки при налёте на языке и даже такое возможно. Однако, в принципе, если у человека есть жалобы, у данного молодого человека были жалобы на боли в горле, несначительно выраженные и, соответственно, налёт, появившийся на языке, хотя он был и небольшой, вы можете видеть на картиночке реальный род подобного пациента. Чаще всего мы в таких случаях сдаём на кандиду, раз развернутые анализы этой посевы, соскобы на кандиду и, соответственно, сдаём анализы на посевы разные на бактерии. В том числе мы у молодых людей, у которых есть оральные контакты, чаще всего по типу кунелинкуса, то мы берём анализы на половые инфекции. И в ряде случаев, как в этом случае, мы обнаружили уреоплазму. Пациент долго обследовался у лорф-врачей, у терапевтических стоматологов без существенного эффекта, однако у него была обнаружена уреоплазма с чувствительностью на посеве. Ему были даны рекомендации по лечению непосредственно. Подобный же возбудитель был обнаружен у его бывшей половой партнёрши, с которой он занимался оральным сексом. Что здесь необходимо сделать? Первое – нужно взять посев после получения положительных результатов, потому что часто сейчас уреоплазма обладает атипичной чувствительностью и даже к любимым пациентам и врачам дохстициклим. Они часто нечувствительны сейчас из-за повального увеличения антибиотиками, глотания разными и так далее. Соответственно, нужно начать антибиотики по чувствительности, что было сделано. Плюс к этому провести местные процедуры. Какие наиболее часто местные процедуры мы проводим? Это первое – полоскание рта в форме серебра по типу колоргола. Второе – не только рта, но и горло в нашем случае. И второе – это фотодинамическая терапия в рот, когда мы смазываем фотосенсибилизатором как горло, так и непосредственно ротовую полость, язык, что параллельно обновляет ткани языка, снимает непосредственно этот налёт и, соответственно, происходит облучение. Примерно раз в 5-7 дней подобные процедуры проводятся при соответственно антибиотикотерапии, при полосканиях и непосредственно часто мы прикрываемся и противокандидозным препаратом, потому что у ряда пациентов кандида спит, просто в небольших концентрациях находится в ротовой полости и, чтобы не вызвать её активацию от антибиотиков, параллельно назначаются противогрибковые препараты. Таким образом, соответственно, лечится подобная уреоплазма при поражениях полости рта. В ряде случаев к нам обращались пациенты уже после того, как они просто проглотали антибиотики без всяких посевов, без местной терапии, и уреоплазма обладает устойчивостью довольно серьезных полости рта, так же как горнерелла. Поэтому я бы не советовал просто глотать антибиотики пациентам, особенно тем, у которых однократное лечение подобного уже не сработало. Поэтому мы находили уреоплазму порядка четырех десятков раз, наверное, и в принципе в половине случаев она была довольно устойчивой и даже нам приходилось её часто перелечивать. Поэтому в случае атипичной локализации таких вот условно-патогенных инфекций полным путем лечение требуется уже как по схеме лечения хронических вариантов подобной патологии. При необходимости диагностики лечения речных высыпаний, связанных с половыми инфекциями, а также поражения ими слизистых оболочек, вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платной КВД в Москве, и у нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Подписывайтесь на канал на YouTube, а также подписывайтесь на наши каналы в Telegram и, соответственно, в Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok